МЕЛЬТ-2017 Мы собрали на форуме мельт-производителей и дизайнеров, чтобы эти две неотъемлемые сферы заговорили на одном языке и посредством этого принесли бы большую пользу как своему предприятию, так и Эстонии в целом. На вопрос о том, что же такое творческая экономика, организатор форума Анну Лыхмус отвечает с улыбкой, что это очень широкое понятие. И действительно, это та сфера жизни, в которой мы каждый день являемся потребителями, но не задумываемся об этом. Телевидение и каждая передача – это тоже часть творческой экономики, как и кино, и театр. Интерьер, архитектура, культура, которые нас каждый день окружают. Но самый простой пример – это продукты и их упаковка, обувь, которую мы носим. Все это и есть творческая экономика. Собравшиеся на форум предпринимателей и руководителей, в том числе и строительных фирм, отмечают, что все эти дома, которые каждый день строятся, тоже часть творческой экономики. Ведь дизайнеры и архитекторы придумывают, экспериментируют, творят. И иногда полет фантазии уносит их довольно далеко от реальности. И тогда уже им на помощь приходят бизнесмены с их рациональным видением процессов. Творческая экономика для нас – это и все архитекторы, и проектировщики, они все люди творческие. И с ними вместе мы строим из наших пятонных элементов. И все же в любой идее самая важная ее реализация. Например, почтовые автоматы, которые только на стадии зарождения оказались чем-то нелепым и невостребованным. А сегодня мы уже и представить себя не можем в очереди на почте. Ведь можно за пять минут отправить посылку через автомат. Причем даже за границу. А ведь в свое время над этой идеей трудились как бизнесмены, так и творческие люди.